Денмара 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 Ладно, поле боя, чтобы сразу в ближний бой, нужна сила физическая. Да, есть ограничения. Но, блин, тут дело вопрос в магии. Или, увы, в мире магический дар немножечко проблематичен в плане девушек. Что, почему нам ничего этого не выясняет? Вот из-за этого уже вот этот момент выбешивает. На самом деле, я просто еще не полностью остыл, потому что я уже пытался это пройти. И в отличие от остальных команд, вот мы прошли три кампании. Там мы, как нефиг делать, паровым катком, проходились по всей карте. Вообще не встречая никакого сопротивления. И конкретно здесь, просто внезапно, самые стартовые локации. Разработчики нас просто подставляют. То есть, мало того, что здесь, чтобы пройти, просто надо прорваться. Танк отбиться. Там не погибнуть. Потом по заданию не попасться, вот там ловушка есть. То есть, вот есть задание. Мы должны сюда приползти. Мы приползаем. Потом нам туда. Мы разворачиваемся. Нам туда. Домик. Вроде цвет одинаков. А приближаемся. Это хижина Огра. А с Огром начинающий маг практически ничего сделать не может без потерь с его стороны. Более того, там еще вторая хижина Огра. А потом еще надо спасти поселение гоблинов, которое спасти невозможно. Ну, точнее, как бы сказать, невозможно. Разработчики будут рисковать даже то, что они сами натворили. То есть, на поселение гоблинов нападают орки. Но скрипт об этом срабатывает задолго до того, как мы дойдем до поселения. Соответственно, когда мы доходим до поселения, там уже все гоблины давно сложились. И против нас выступает лимит орков, превышающий нас практически в два раза. Но, но, если мы не будем с вами в голову лезть и просто останемся в стороне, орки добьют гоблинов и большая из них часть просто свалит. Но, нет, это не хитрый замысл разработчиков. Потому что сваливших орков все равно надо добить потом. Но, в чем, опять же, иронично. С одной стороны, молодцы разработчики, что так сделали. А с другой стороны, это просто два идиотизма у них столкнувшихся. Боты, ну, в смысле, вот эти вот обычные логовичные, они тоже враги орков. И они их там где-то добивают закатом. То есть, нам даже идти за ними не надо. И, да, вроде бы хорошо, но, порой в том, что, когда ты туда пытаешься подойти, тебя бесит то, что твои медленные войска медленно идут. И когда их там добивают, тебе еще надо войска обратно потом везти. И вот эта вся медлительность, она раздражает, особенно в ситуации, когда вот приходится вот постоянно вот терять войска. То есть, тут потери войск, они просто неизбежны. Нет, возможно, там, кинцеводами или какими-то хитрыми тактиками, которые, возможно, разработчики сами использовали, когда это все разрабатывали, но о которых нам неизвестно. Можно избегать потерь. Но пока что как-то не выходит. Ладно. А, ну да, вот почему самое бесполезное заклинание здесь стоит? И да, может показаться, что у нас вот есть вонус, типа, мечники, эти наемники, типа, они второй стадии, ну, второй ступени. Но прием в том, что бойцы первой ступени, они быстрее получают опыт для следующего ранга. У них быстрее растет меткость. Кстати, у этих меткость вообще не растет, ну, в смысле, в дальнем бою. Так что лучник здесь опять же, фухлоп. Не считая, конечно, того факта, что их сейчас пытаются убить. То есть у начальных уровней быстрее растет опыт, они быстрее получают меткость, соответственно, они чаще попадают и по итогу наносят больше урона, чем вот эти вот кретины второступенчатые. Да, мы переводили их во вторые ступени, потому что там больше урон. Но мы вот эту атаку в предыдущих кампаниях, когда у нас появлялись второступенчатые, уже могли компенсировать их какими-то артефактами. Здесь у нас ничего подобного нет. Нет, вот эта потеря вот у этих ребят, они сто с чем-то монет стоят восполнить. Вот, видите, вот этот наш резерв. Да, нам там за квесты, за ресурсы, которые мы соберем в логовых, мы и сдадим в города, нам за это монетка будет, да, конечно. Но сам факт, что у нас просто огромные средства требуются восстановить вот этих фиговин. Поэтому сейчас мы просто вот возьмем, будем вкладываться в дипломатию, ну, два очка нам нужно, вот просто в срочном порядке нам нужно два очка дипломатии, чтобы нанять, ну, хотя хотел бы одного, но была мысль, что-то магов, но хотя бы вот одно очко дипломатии, чтобы нанять еще один отряд ближнего боя про простых ополченцев. Потому что ополченцы против, вот, допустим, тех же огров гибнут примерно с такой же регулярностью, как вот обычные мечники. Но их пополнить гораздо проще. И, ладно, это все происходило, ну, постепенно нарастает. То есть, если бы самое простое было за некроманта, потом посложнее за орков, и вот тут вот по нарастающей уже вот сложнее всего за человеков. Но нет, мы там просто сидели, ничего фактически не делали, оно само проходилось, и тут на тебе, вот, вот, никаких ресурсов. Просто вот чем есть, тем выкручивайся. А, ну и, конечно же, вот никакой магии. Потому что новичок, ничего не умеем. По описаниям, конечно, у нас еще зеленая магия будет, но, конечно же, мы это где-то в середине компании только изучим. Рады служить! А сейчас нам надо каким-то чудом дорасти хотя бы вот до второй ступени вот этой вот магии, чтобы у нас было хоть одно контролирующее заклинание. Потому что без контролирующего заклинания здесь нормального стресса, в принципе, нельзя. И даже с контролирующим мы, скорее всего, будем вести потери. Угу. Потому что, как я уже сказал, здесь вот просто вот эта вот неадекватность. Угу. Угу. Неужели я не забыл на автопилоте развоплощать уже призванное, а? Служим империи! И да, может возник вопрос, а почему эти атакуют вот этих? А потому что у них крушащий урон? Служим империи! А все войска империи, они крушащий урон вообще не воспринимают. Точнее, им по ноль защиты от оглушающего, который крушащий. А у лучника внезапно есть сопротивление. Поэтому сейчас вот эти вот монстры считают, что им выгоднее бить именно что мечников. Потому что у этих защита выше. против их атак. А вот крупные монстры, они, видимо, больше урона наносят. И, соответственно, итоговый урон все же больше по лучникам будет проходить. Потому что они-то очень даже интенсивно пытаются заползти. Опять, скажем, забыли увеличить. Служим империи! Ну, не знаем. Так, за спиной никого нету. Я не знаю, что это, но отсюда, надеюсь, не придут. Да. А? Все, им конец! Молодцы! Ну, не знаем. Стреляют на упреждение в землю. Рады служить! А? Угу. Ну, не знаем. Хорошо. Почти дошли. Ну, не знаем. Ха! Куда идти? Ловите! Угу. О, да. Рады служить! Кого убить? Хорошо. Угу. Хорошо. Взяться! Рады служить! Ну, не знаем. Разумеется, радио все это надо защищать в полной мере. Ну, не знаем. Но пока что наша задача... Хотя... Блин. Возможно, сейчас придется. Нам все же нужен отряд. Угу. Хорошо. 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 Служим империи! Ну, какого урона, кстати, у этих, я не знаю. Возможно, колющий. Клыки. Рады служить! Ну, потому что едва ли они рубят. Сядься! Челюстями. Рады служить! Ну, не знаем! И да, если что, это не защитники вот этого места. Они просто здесь есть, чтобы на нас напасть. О, застрявшие крестьяне. Угу. Нейтральный, кстати. Несоюзный даже. Кстати, вот это задание, ну, то, как он звучит, оно, в любом случае, должно идти после того, как мы встретимся с местным куратором, или кто он тут будет считаться. Но, вот, почему-то уже доступно. А, вот, застрявший крестьянин. Служим империи! Угу. Я здесь, чтобы служить империи. Слушаю ваши указания. О, боже! Неужели они прислали женщину? Что ж, в эти тяжелые для империи времена нам пригодится любой, кто умеет держать оружие в руках. Я докажу, что могу защищать родные земли не хуже воинов-мужчин. Не дать эльфам перейти через границу. Вот наша основная задача. Сигнальные вышки, которые ты видишь вокруг, служат для того, чтобы предупреждать о появлении врага. Вышки загораются и передают сигнал тревоге по цепочке. А вот тебе и первая задача. Обеспечь сигнальные вышки оружием и продовольствием. Заодно и ознакомишься с территорией. Слушаюсь. Угу. Опы-то сегодня чудо. Есть! Ну, не знаем. Ладно. Почти дошли. Рады служили. Почти дошли. Так. А, да. Вот мысль тоже. Из-за чего я тоже возмущался. Вот этот момент. Кто сможет держать оружие в руках? Скалому магу, которая сидит в башне. Уж там-то, конечно, надо держать оружие в руках. И опять же, вот воины мужчины. Причем здесь воины, если мы маги? Такое ощущение, что разработчики изначально писали сценарий под совершенно другой геймплей, но потом решили, что все будут магами. И все стали магами. А переписать забыли. И вот мы здесь. И даже с волхнем подрельствием у нас все очень не хватает опыта. Зато вотойдет. Чупакабры возродились. Куда идти? Угу. Значит, попробуем их использовать, чтобы повысить все. Угу. Лимит. Ловите! А? Угу. Ну, не знаем. Рады служить! Куда идти? Почти дошли! Почти дошли! Хорошо! Угу. Почти дошли! Ну, не знаем! Ну, не знаем! Ха! Так, хорошо. Забыли о снаббе. А, это бесполезно. Служим империи! Потому что, как я уже говорил, заклинание увеличивает только ту броню, которая есть. Так что, крушающаяся, все равно будет проходить на полную. А это у них, по-моему... Нет? Нет, где она была? Ну, ладно. Хорошо. Теперь берем тех, кто будет погибать ради остальных. А, кстати, забыли поговорить с кладовщиком. Ой, дочка, дочка. Что-то неладное в гоблинских шахтах творится. С недавних пор гоблины стали поставлять совсем мало угля. Выясни, в чем там дело? У меня ответственное задание. Я должна снабдить ресурсами все сигнальные вышки. Вот ты отличненько. Шахты гоблинов находятся совсем рядом со второй вышкой. Это не займет у тебя много времени. Поможешь мне? По пути, говоришь? Так и быть, я выполню твою просьбу. Так. Рады служить! Ну, рано или поздно дойдут. Хорошо! Рады служить! Ну, не знаем! Этот пост обеспечен всем необходимым. Пора идти к следующему. Ну-ну. А до следующего гуру прорвись. А, кстати... Слушаем! Хотя, в принципе, наверное, он не обязательно здесь. Куда идти? Есть! Ну, не знаем. Какая честь! Меня посетил настоящий маг Империи. Не согласишься ли мне помочь? Нынче всем нужна помощь. Что случилось? Недалеко от гарнизона живет мой приятель Лерон. Давным-давно он взял у меня одну важную вещь и так и не возвращает. Не пристало магу Империи выполнять поручения простолюдина. Дело-то пустяковое. Но в эти неспокойные времена простому крестьянину опасно выходить из дому. К тому же я щедро тебя вознагражу. Что скажешь? Так где живет твой знакомый? На мельнице, рядом с городом. Ну, разумеется, мы бы и так и так не смогли ему отказать. Служим Империи! Почти дошли! Потому что как ни крутить задание, это опыт. А в данном случае еще возможно вознаграждение, которое лишним нам не будет, ну никак. Ну, ё-моё. Вот мы его видим, поговорить нельзя. Почему? Ладно, ты издеваешься. А, ну горд нейтральный, он недружеский. Ну и прекрасно. Ладно, как ни потом будем. Служим Империи! Сейчас у нас другая проблема. Есть! Так, то пусть лежит здесь. Угу. Потом это подберем. Надеюсь, что не проедет, какую-нибудь каравану не подберет. Это автоматически. Лучше средства, за эти ресурсы нам пригодятся. Угу. Ну, не знаем. Да. Ну? служим империи слушаем служим империи опять же дробящий урон защиты ни у кого из них нет ну вот кроме хорошо несколько ударов дух принял хорошо успели есть почти дошли теперь главное случайно не спровоцировать где он так слушай 1 идем ты служить ну не знаем есть хорошо Ну, не знаем. Ну, ну, прекрасно. Оу, мы забыли. Мы идем. Как скажете, как скажете, как скажете. Да, ловите. Хорошо, успели до удара. Угу, ну. Так, катерин возвращаются на пополнение. В этот раз Угр не отвлекся на духа. И они, соответственно, сильнее пострадали. Так, а мы тем временем... Да. Как не крутить, но удар у него достаточно силен. Для меня это честь. Поэтому лишний не будет. Для меня это честь. Опять застряли. Иду. Ну, сейчас, скорее всего, сможем поговорить, когда наши войска его увидят. Иду. Шевелись. Ладно. Что привело тебя сюда, прекрасная девушка? Я здесь по просьбе твоего друга Дамира. Он требует вернуть ему одну ценную вещь, что ты у него когда-то взял. А, так это он на титановом мече вспомнил, который мы с ним потеряли в битве с орками. После этого наша дружба разладилась. Для него этот меч очень дорог. Он принадлежал еще его дедушке. Но я не могу вернуть его в одиночку. Технический, ворот, не может. Ну, разумеется, потому что мы потопаем на обратном пути. Да, кстати. Че? О, как нормально монеток. Просто зашибись хватает. Ну? Угу. Ладно. Ну-ка, он хоть подберет, а то... Кто знает, кто-нибудь тут работает все это. Ну? Идем. Давай сюда. Рады служить. Блин. Так. Нормально? Да. Хорошо. Хорошо. Эй-эй. Забыл, забыл, забыл. Они сейчас могут выпрыгнуть же. Все двое, которые там сидят. Мы идем, как скажете. Куда идти? Служим империи. Угу. Да. Мы... Да е-мое. Слушаем. Идем. Ладно. Все, забывай, забывай. Слушаем. Идем. Вот теперь потопали. Рады служить. Да. Ну, не знаем. Я. Хорошо. Ну, не знаем. Служим империи. Служим империи. Пора идти к следующему. Ну, давайте напоследок посмотрим, как этот гоблинский пост будем спасать. Ну, точнее, шахту. Служим империи. Хорошо. Хм. Кажется, у гоблинов все спокойно. Орки напали на гоблинов. Нужно помочь шахтерам отразить атаку. А вот не нужно. Рады служить. То есть, во-первых, пока мы дойдем, там от гоблинов уже практически ничего не останется. А у орков, если что, здесь лимит 8. Причем, вот, как минимум, второй тир. Второй тир. И шаман, которому плевать на тир, он просто травит только в путь в любом случае. Есть! Ну, и опять же, да, дробящий урон. Никакой защиты. А? Блин, ну что с ним делать? Рады служить! Так, займитесь вот этим пока что. Сейчас это передохнут. Просто от яда, потому что вот... Мы... Бей врагов! Рады служить! Идем! Служим империи! Прекрасно, прекрасно! Вот, вот... Он, оказывается, даже не попадает. Есть! Угу. Почти дошли. То есть, вот в ситуации, когда надо контролировать, что происходит здесь... И ты не видишь, что вот эти кретины в землю стреляют! Вот, ладно, вы сделали ландшафт. Ну, сделайте вот тогда вот, но не таким, блин, переломанным! Чтобы было легче понять, когда они попадают, а когда нет! Вот, откуда мне было знать, что они... Атакуют вот это вот с этой позиции, будут бить в землю, а не в него! Почти дошли! И то, блин, мечика все равно потеряли! Как? Как вот-вот-вот... Я закончил действовать! Закончил действовать! Они были два на красных, кто живы! Почему один сдох? Да. Угу. Служим империи! Вон, добивают орков. Почти дошли! А, тут лог... Лагерь? Причем здесь лагерь орков. Нафига он не сдался? Что здесь творится? Откуда эти орки? Мы сами не знаем, но они мешают нам работать! Теперь я знаю, почему говлины стали добывать меньше угля. Попробуй поработать в таких условиях. Ну ладно, теперь надо тратиться на вот это вот. Нет, конечно, можно воспользоваться косяком, опять же, который натворили разработчики, с тем, что города требуют ресурсов, которые у них есть, и эти ресурсы им же перепродавать. Конечно, да. С одной стороны, вроде как... Не совсем корректно, с другой стороны, разработчики такой дебилизм здесь наворотили, что... Уже не так некорректно это смотрится. Ладно, в любом случае на все это чихать. На этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok